Сегодняшняя наша тема – информационные комплексы и технологии банковской системы. То есть у нас практические занятия, а цель – практическое занятие – изучение информационной технологии и использование встроенных вычислительных функций ЭЗИ для финансового анализа. Задача – создать таблицу финансовой сводки за неделю, произвести расчеты и построить диаграмму изменений финансового результата. Всходные данные у нас проявлены на рисунке 1. Для этого откроем Excel. Выбираем устройство книги. Сначала вводим в заголовок таблицы. «Финансовая сводка за неделю». Дальше, начиная с ичеки А3, выдаем уже название в колоннах таблицы. «Неделя», «Доход», «Расход» и «Финансовые результаты». «Дальше». Для того, чтобы у нас отображались названия наших 2 столбцов, «Дальше». Выделив ячейки А3 до D3, выполняем выравнивание, то есть перенос текста. И размещаем по центру, и чтобы она у нас не подлежалась была видна, мы его выделяем. Также выделяю название облицы, то есть финансовая сводка за неделю, выполняю объединение ячеек. Для этого выделяем от A1 до D1, нажимаем ее объединить, и тоже выделяем Ж1. Для того, чтобы написать дни недели, сначала набираем первую неделю, понедельник, вторник, дальше уже выделяем эти две ячейки и тянув за маркер в нижнем правом углу, тянем в днице. Оно у нас заполняет автозаполнение. в пятницу, субботу, заполняет. Отпускаем. Внизу у нас среднее значение. Среднее значение. Тоже у нас это же верно. Дальше уже доход. Вводим цифровые значения. К расходу. Для того, чтобы произвести расчеты в графе финансовый результат, мы делаем это по следующей форме. Ставим на края и заходим разницу между доходом и расходом. Дальше выполняем автозаполнение. Отпускаем. Нажимаем на маркер. Право нижнее. И отпускаем. У нас не становится автозаполнение. Дальше. Так как это у нас денежное значение, я иду на маркер. Денежный. Выбираем числовые форматы. Выбираем денежный. Здесь в обозначении я выбираю сумму. И отрицательные числа, то здесь у нас обозначено красным цветом. Так. Для того, чтобы найти среднее значение, я могу это сделать двумя способами. Могу с помощью вставки функции, вот, на строке вставки формы нажимаем и из категории выбираем статистический и в нем находим функцию среднее значение. Нажимаем на маркер. Другой способ. Другой способ. Я могу с клавиатуры набрать значение. Среднее значение. И прям на него. Могу вызвать функцию. И показать диапазон, который можно вычислить. И нажимаем на пункт. Третий способ. У нас на вкладке уже есть актосомы. Раскрываем список. У нас уже есть среднее значение. Денежный. И начнем среднее значение. Дальше. По соседнему столбцу я могу уже выполнить акто заполнения. Для этого тянем. Нажимаем маркер. Не отпускаем. Тянем вправо. Не отпускаем. У нас выполняется акто заполнение. Дальше. Здесь я могу убрать лишнюю цифру после забытая. Для этого я нажимаю на уменьшить разрядность. Вот. Видите, она у нас уменьшится. Давайте для того, чтобы у нас это все было хорошо и так далее. Но я ставлю границы. Нажимаем на все границы. Нажимаем на все границы. Также могу я это все выровнять по центру. Дальше нам нужно будет найти общий финансовый результат за неделю. Я нажимаю на А14-C14 и нахожу общий финансовый результат за неделю. Для того, чтобы построить диаграмму, я выделяю дни недели с помощью мыши и нажимаю с клавиатурой на Ctrl не отпускаю, также выделяю финансовый результат. Идем на флаг «Вставка», «Диаграммы» и выбираем ленинчатый тип диаграммы. Все диаграммы, ленинчатый и нормальный окей. У нас появляется диаграмма финансового результат за неделю. Здесь вводим название диаграммы «Финансовая сводка за неделю». С сегодняшним заданием мы уже справились. Спасибо за внимание. С вами была ассистент преподаватель кафедры прикладная математика у Аргенетова и Изула Пулатвина. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok